Нас часто спрашивают, каким лаком покрыть обработанные морилкой или совсем ничем не обработанные деревянные изделия, чтобы их можно было использовать на улице. Для нарушенных работ отлично подойдут акриловые и яхтные лаки. Акриловый лак абсолютно прозрачен и сохнет быстрее яхтного. Яхтный лак, изготовленный на алкидно-уретановой основе, прочнее и долговечнее акрилового, но придает поверхности легкий желтоватый оттенок. Это может быть заметно на светлом дереве, а на поверхности, обработанной морилкой, оттенок незаметен. Правила работы с этими лаками похожи. После нанесения первого слоя на древесине поднимается ворс и поверхность становится шершавой, поэтому нужно подождать, пока лак достаточно высохнет и поверхность станет пригодной для шлифовки. Для акрилового лака высыхание займет примерно 2 часа, для яхтного около 3. После этого надо аккуратно отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой, убрав поднявшийся ворс. После шлифовки поверхность обязательно требуется обеспылить с помощью щетки, пылесоса или сжатого воздуха, и затем нанести еще два слоя лака. Промежуточная сушка между слоями для акрилового лака должна составлять от 5 до 10 минут, для яхтного от 10 до 15. Для полного высыхания при температуре 20 градусов Цельсия акриловому лаку требуется не менее 2 часов, яхтному не менее 3. Обратите внимание, что яхтный лак после высыхания будет продолжать набирать прочность, и максимальных показателей он достигнет примерно через 2 недели. И акриловые, и яхтные лаки выпускаются как глянцевыми, так и матовыми. При этом все они отлично подходят для защиты деревянных изделий, которые используются на открытом воздухе.